ну здра таки бездельники ну здорово брата здорово как вы тут а да нормально я прям ждал не дождался привезли вам пропитанные адреналином обалденно обалденно они видели грязь они видели скорость слушай они прям вообще кайфовый нифига себе алюминий брата прям вообще от души надо примерить они практически как будто вы под него и сделаны были но отлично теперь у нас есть возможность продолжать дальше вот теперь я уже представляю как как я буду ехать конечно же я хотел арика ровские ковши но я думаю что алюминиевый будет еще круче знаете дешевле сшить чехлы чем купить рикара единственное я что-то сейчас начинаю смотреть и мне такое ощущение как будто бы я узковат и сделал этот самый короче это легендарные ковши которые прошли очень много соревнований на которых было побеждено множество экипажей получено множество кубков правда оффроуд и дисциплине но может быть когда-нибудь у нас этот болид перерастет в оффроуд дисциплину друзья мы приветствуем вас в очередной серии канала workroom сибири и мы начинаем продолжать делать наш спортивный болид субатом в предыдущей серии мы уже сделали можно сказать подвеску установили кайловеры дальше конечно предстоит еще перебрать сами стойки но это будет чуть позже у нас появились ковши а это означает что можно приступать к органам управления но для начала их нужно закрепить эти ковши мне подогнал мой один хороший друг с которого мы раньше частенько пересекали снова проводных мероприятиях когда ездили по различным соревнованиям короче мы очень рады что мешали нам подогнал эти ковши и нам не придется их делать тем более мы принципе собирались сделать практически то же самое только скорее всего из железа а здесь алюминиевые легкие как вы все любите короче первым делом сейчас пытаемся закрепить ковши после этого примеряемся и смотрим как у нас будет находиться где какие педали изначально мы думали сделать кастомные педали но поскольку педаль газа у нас электронная особо здесь не покрафтишь придется по-любому приделывать как-то эту педаль остальные две педали смысла делать кастомные как бы я особо не вижу в качестве донора мы будем использовать родные субаровские педали далее нам надо будет установить еще сюда рулевую колонку для этого нам потребуется выгнать еще одну трубу в общем примерно как то вот так вы должны быть ковши мы уже немножко по примерялись у подположили сюда досточку это у нас импровизированный пол теперь нам нужно как-то здесь их закрепить для этого нам надо смоделировать какие-то кронштейны крепления слава богу что у меня есть в принципе уже модель этого ковша в котором есть уже все крепежные отверстия так что проблем особых я думаю с этим никаких не встанет залазить вообще в этот болид будет крайне неудобно как говорил один автопутешественник самое главное не так как удобно садиться в автомобиль от насколько удобно ехать на нем вот такая педаль сцепления и она у субарика на тросиках но не на всех как оказалось бывали варианты из гидравлика и мы что-то так подумал что заморачиваться с тросиком это через чушь замороченная мы короче решили взять все-таки гидравлический вот такой это цилиндр это получается главный гидравлический цилиндр от nissan x-trail самый дешевый из новых и куда-то отсюда у то мы его должны будем приделать а может быть вот сюда пока что мы не знаем поскольку у нас еще не установлены ковши ночи же не 50 все 50 миллиметров между отверстиями теперь можно пойти посмотреть наш проект и убедиться что все точно так как на этих ковшах короче ковш у меня уже спроектирован я его делал не раз и крепление также к нему уже были тоже сделаны но под субатома я решил немножко доработать и переделал немножко кронштейн поскольку обычно он прикручивался к полу здесь у нас субатами пола как такового несущего не будет там просто будет такая стекла пластиковая чаша конечно должен привариваться просто на глушняк к трубе поэтому я немножко доработал плюс регулировок нам у стандартного крепления было очень много регулировок которые ну там абсолютно они излишне то есть там их происходило всегда подпиливать то есть я сразу же решил укоротить сделать по 4 отверстия для регулировок я думаю что нам хватит короче сейчас попробую его примерить мне кажется он должен стрельнуть хотя если честно я не уверен тем временем пока женек проектирует крепление для наших ковшей мы устанавливаем получается гидравлическое сцепление мы купили цилиндрик рабочий вилка то у нас под трос так что мне надо будет сейчас вот из этого болта изготовить какой-то сюда переходничок под эту вилку и я люблю токарить или токарить короче мне нравится на токарном станке работать и вот сейчас что-то буду исполнять какую-то проставочку под эту вилку почитал ваши комментарии вы ругаетесь что в перчатках работают перчатки долой навтыкаю себе занос металлических в руки но все равно спасибо что вы переживаете за нас и и Бедный токарный станок Он стоял, никому ничего плохого не делал Его никто не трогал, не беспокоил Ну да, я добрался до него Я просто, блин, с детства любил это все смотреть За негодой наблюдал, потому что у него много токарки А так, видишь, какой пиптик получился Это переходничок наш Вообще, изначально это был обычный болт Который я приварил гайку То есть под ней еще там резьба Неузнаваемый, да, болт? Ну да, красивый болт Короче, у нас есть там некоторые проблемы А я края глаза видел Все это проектирование, 3D-моделирование Оно до добра никогда не доводит Если бы мы делали на глаз, я думаю, навряд ли бы мы так пролетели Короче, смотри Вот так вот это должно стоять Вот так красиво здесь приварено шовчиками Здесь отверстия, все как ништяк Но, когда мы эту деталь ставим с обратной стороны ковша Мы должны будем привариваться вот к этим трубам А у нас тут дырень, яма И нету возможности поставить в этой же самой плоскости Ну давай изначально к трубе приварим Я хотел вот так вот, чтобы максимально близко сюда поставить ковш А она, смотри, у нас эта стенка же под наклоном Что нам мешает сделать вот так вот это под наклоном? Вот голова два уха, взял и придумал сразу, а? А не надо, я сейчас засмущаюсь На самом деле оно было изначально так задумано Я просто не хотел это говорить Итак, сейчас у нас будет момент истины То есть вот этот переходничок изготовил Он имеет отверстие Здесь есть шток цилиндрика Это все должно вот так вот у меня встать Очень плотненько причем Надо прикинуть вообще, как получается Получается или не получается Так, все, вот получается Мы его надели до конца И будем устанавливать Ну и в принципе тут я затяну Свободный ход есть Все, все это будет работать Короче, сейчас что мы сделаем По идее здесь должна быть вторая дуга Которую мы отпилили Теперь здесь нужно делать вторую-другую Но где она должна находиться Пока что мы не знаем Для этого мы сейчас возьмем рулевую колонку И на какие-то костыли Это все дело выставим и прихватим То есть чисто для того, чтобы спозиционировать руль Уже после того, как мы спозиционируем рулевую колонку Наверное, можно будет изготовить эту дугу И сделать это все по-моему, по-человечему Если проектировать изначально это все в кат-программах У меня есть манекен Которого я садил в наш болид В 3D-шную модель И вроде бы как он помещался Но насколько это удобная посадка Сложно судить именно в кат-программах Поэтому вот именно вот этот момент с органами управления С рулем, с сидушками То есть это прям однозначно Это можно только по месту вычислить, где это должно находиться Потому что буквально там сантиметр туда, сантиметр назад Чуть выше, чуть ниже И уже совершенно другие ощущения То есть здесь нужно именно все прям ощущать Своей пятой точкой Итак, начинаем изобретать рулевое управление Для этого у нас есть рулевая колонка с неизвестным происхождением От чего она, к сожалению, мы не знаем Но она вроде бы как нам подходит Даже у нее присутствует регулировка по высоте А мы очень любим регулировки Поэтому она нам подходит как никогда Потом у нас есть руль, который нам подарил подписчик Еще когда мы занимались Формулой 1 Этот руль нашел свое место Он будет стоять именно этот руль Также мы к нему прикупили быстросъем В принципе, достаточно неплохой быстросъем Да, есть только нюанс То, что он должен крепиться через какой-то еще адаптер специальный Как-то это все То есть, ну, городить огород мы не будем Что мы сделаем? Точнее, Женек что сделает? Поскольку он уже прямо освоил прям по полной наш токарный станок Ему придется произвести некоторые токарные операции Для того, чтобы вот это вот шлицевое оказалось на вот этом валу Как, что тут? Я думаю, что ты сам разберешься А я в этот момент пойду позанимаюсь чем-нибудь другим Есть у меня здесь, получается, внутри такое вот расширение металла Сниму вот это все вокруг Оставлю чисто вот этот вал Расточу под шлиц того вала Ну, что с таким способом, чтобы я мог ее запрессовать Это во-первых А во-вторых, мы ее немножечко не по всей плоскости, а немножечко приварим Ну и, в принципе, усилия здесь огромных нету Руль, надеюсь, не отвалится Вот такой переходничок получился у нас Сейчас установил сюда болт Все это затянем, чтобы она сюда все запрессовалась И немножечко обварим Ну что, надо примерить? Ну, сейчас нам нужно к педали тормоза еще прикрутить наш мега-обвард Это вакуумник Блин, там палится надпись Надпись палится Где? Где? Что? Вон та красная, да-да-да Не, ну матизы тоже бывают гоночные Короче, как обычно, долгими эмпирическими размышлениями, раздумками, примерками и всему такому мы все-таки пришли к выводу, что вот этот вот кронштейн от педали тормоза мы все-таки оставим заводской Он прям идеально сюда вписывается, к нему прям все практически подходит Что касается педали сцепления, здесь она не совсем сюда стреляет, но мы ее сюда прихватили чисто для того, чтобы разместить местоположение самого педали, попробовать понажимать, чтобы было все удобно Места здесь не так уж и много, поэтому, короче, будет так Также мы решили переделать педаль сцепления с тросика на гидравлический цилиндр, поэтому здесь нам нужно было тоже продумать, где у нас будет находиться сам цилиндр Во всем этом деле нам помог, опять же, картон Короче, у нас есть уже множество шаблонов, то есть это примерно нужно нам изобразить вот какой-то вот такой-то так называемый моторный щиточек, на котором разместятся все эти педальки И будет еще несколько деталюшек, которые будут, вот это вот, это будет за место вот этого корпуса педали сцепления Получается, что одна часть будет крепиться за сам этот моторный щиточек, а вторая часть будет крепиться в районе вот этого крепления самой стойки Да, прям к этому уху и будет крепиться Прям к этому уху? Прям туда, да Короче, прямо к этому уху все это крепится Потом здесь нужно еще сделать поддерживающую пяточку, и она тоже у нас пока что смоделирована из картона Будет этого располагаться вот так вот, а есть специальные здесь два отверстия, которые позволят это все надежно и крепко соединить Также здесь на этом же щиточке будет располагаться и педаль газа Для нее тоже есть вот такое-то место, которое нужно будет вот таким вот каким-то образом это все выгнуть, сварить Ну и получится, в принципе, весьма неплохо А также есть один нюанс Из-за такого расположения педали сцепления нам приходится чуть-чуть сместить цилиндр сцепления в сторону Ну, этот нюанс, он как бы появился из-за того, что у нас здесь все достаточно компактно Да, и вот эти кронштейны тоже неспроста Почему мы используем именно такой вариант, а не штатный Потому что у нас здесь амортизатор, и все это будет мешать Так что здесь вот изменена высота, угол, чтобы все было компактно Братан, я тебя умоляю, зачем ты вот это вот рассказал? Сейчас все начнут писать Мы же говорили, не надо сюда ставить эти амортизаторы, они будут всем мешать Это компоновка Все четенько ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, приступаем к... К дальнейшему изготовлению рулевой колонки И вот тут мы кое-как нашли шлицевое соединение, которое подходит на нашу рулевую рейку Оно и подходит, можно сказать, прям вообще отлично Но у него есть один нюанс У него есть вот такое-то крепление за вот эти вот уши Вот, все достаточно так громоздко, то есть, ну, наподобие, да, вот этого Что мы будем с этим делать? Естественно, вот это всего мы оставить не можем, так как есть Поэтому мы просто отпиливаем эти уши, сюда привариваем трубку С этой стороны мы привариваем совсем другой шлицевой соединений И у нас все должно быть обалденно, красиво Ну, есть более простой способ на болту, а можно выточить направляшку Значит, точим направляшку Мы уже за точность топим Значит, делаем направляшку и привариваем все уже это дело Да, потом все это обвариваем Вот с этой стороны Да, и потом направляшечку оттуда чпокс и отсюда вытащил Ну, ты, скорее всего, просто хотел опять что-нибудь поточить Конечно Мне нравится Так, все, получается, изготовил такой направляшку Она сюда плотненько входит, четко Как и говорил ранее, что у нас крестовинка более меньшего диаметра Тут ее, получается, сделать с запасиком под болт Все это сюда закрутится, обожмется Но перед этим надо будет отрезать эти уши Так, смотрите, что У нас от конца трубки до края этой бывшей крестовинки Есть некоторое расстояние Она у нас прибавилась к этой трубочке Соответственно, надо здесь отнять Потому что мы ее там примеряли И эту трубочку уже подгоняли под рулевую колонку Так что нам длина нужна именно такая, какая и была В общем, с первым этапом органов управления Практически все уже завершено Осталось только облагородить вот этот тот кусочек Теперь нам надо просто здесь выгнуть трубу Что-то наподобие того, что у нас здесь было Но немножко другой формы И на самом деле Хорошо, что мы все это разобрали Потому что с тем вариантом расположения вот этих удуб У нас бы вообще ничего не получилось Они здесь вообще абсолютно не стреляют Выглядеть эта труба будет немножко по-другому И мы не будем уже прокатывать ее в прокатном трубогибе Мы просто выгоним ее на нашем трубогибе-бендере И она будет располагаться как-то вот прям вот так вот Более эргономично И мне кажется, более кайфово И, кстати, мы будем использовать здесь цель натянутую трубу Поскольку водопроводная у нас все-таки уже закончилась Наступили тяжелые времена Для такой толщины трубки, получается, нужен радиус больше Чтоб без сплющивания он гнул Либо использовать дорн Но это понадобится очень массивная станина Редактор субтитров А.Семкин Так, ну а пока Женек проектирует там кронштейны рулевой колонки Я, скорее всего, доделаю педальный узел А именно, мне надо изменить шток От главного тормозного цилиндра до самой педали Там он коротковат, если кто-то заметил Вот это вот штатное крепление я удалю Вот из этого кусочка металла Здесь делаю резьбу А здесь делаю вилочку И это все как-то примерно сюда я все установлю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, друзья, очередной и, наверное, один из самых сложнейших этапов позади И я даже, если честно, не думал, что мы так быстро с ним расквитаемся Мне казалось, что сделать педали рулевого управления Вот это все, блин, вообще такой сложный для меня был этап Которому я его все оттягивал, оттягивал И даже боялся, если честно, к нему подойти Я вспоминаю, как мы делали эти органы управления на Формулу-1 И это было прям реально непросто Чтобы сделать реально удобные педали Разместить руль правильно, сидушки То есть это все скомпоновать в одном месте Причем место это достаточно такое у нас Ну, очень компактное Ну да Это было непросто, но мы с этим делом справились И мне прям это просто гигантский груз с души упал Дальнейшие, конечно, этапы не такие сложные Не такие замороченные Хотя тут еще делов на самом деле Просто вагон и маленькая тележка Че стоит только одна кулиса Да, по поводу кулисы мы не успели ее сделать Потому что, как обычно, у нас нету комплектующих У нас нет пока тросов Тросы нужно заказывать А чтобы их заказать, нужно просчитать их длину Она должна быть четкая И нельзя там сантиметр плюс-минус Должен быть идеально четкий по размеру трос Но в будущем мы, я думаю, что когда закажем С этим делом мы справимся Тут особых здесь проблем, если честно, не вижу Что касается педального узла Ну, этот раз мы, конечно, немного схитрили Использовав штатные педали Ну, как я уже говорил Особого смысла здесь сделать кастомные педали Как на Формуле 1 я не вижу Поскольку педаль газа здесь электрическая Тормоза мы решили этот раз делать С вакуумным усилителем тормоза Поскольку я покатался, если честно Без вакуумного усилителя тормоза на Формуле И что-то на более мощной тачке Я бы не хотел ездить без нормальных тормозов Тем более у нас вакуумник гоночный Как мы уже говорили В общем, по педалям мне прям вообще все понравилось Я думаю, что вы тоже зацените это дело Не, они прям, мне самому прям нравятся И получилось все Не, они получились очень удобные По сравнению с Формулой Это получилось просто Они просто обалденные Прям как реально садишься в автомобиль Удобный автомобиль причем Сделано, подогнано, все идеально Ну и на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся Подписывайся обязательно на канал Ставь лайки Не забывай лайки ставить И писать комментарии Всем пока Песня про зайца Песня про зайца? И боялся куда-то что-то сделать Надо же еще в рычаг Ну да, он такой Нет, нет, нет Только не задний Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова